ДПС на ОТС В начале программы анализ аварийности в регионе мы подготовили подборку громких столкновений, которые попали в официальную базу инспекторов ГИБДД. Ман раздавил пешехода на улице Дуси Ковальчук. Жители ближайших домов рассказали, у мужчины не было определенного места жительства. 30-летний водитель фуры двигался от ДК Кирова на Плановую. Отъехал буквально 300 метров от светофора, как почувствовал удар о капот. Из-за высокой кабины владелец многотонника не мог увидеть мужчину. Он попал в так называемую слепую зону. Смерть наступила мгновенно. На вид погибшему было около 50 лет. Владелец Тойоты направлялся в сторону Новосибирска. Решил обогнать попутку, но не рассчитал расстояние до встречного автомобиля. Иномарка на большой скорости врезалась в грузовик. Водители две несовершеннолетние пассажирки Короллы погибли мгновенно. Еще одна женщина из Тойоты получила ушиб головного мозга. Мужчина за рулем база следовал в село Владимировка. Пути не справился с управлением. Внедорожник съехал в кювет и опрокинулся. Автомобилист скончался до приезда медиков. Добавлю, прав на управление у него не было. Пожарным пришлось ликвидировать последствия ДТП недалеко от Новосибирска. Водитель самогруза Митсубиси направлялся в сторону мегаполиса. Нарушил правила и на развилке не пропустил побутный Субару. После столкновения внедорожник загорелся, а спустя несколько минут огонь перекинулся на грузовик. Владелец Субару получил черепно-мозговую травму и сломал ногу. Мужчина на Урале не успел затормозить перед шестилетним мальчиком, который пересекал проезжую часть в запрещенном месте. Ребенок получил ушиб головного мозга, перелом костей черепа и впал в кому. Добавлю, прав на управление у мотоциклиста не было. Неопытный водитель на Делимобиле превысил скорость, когда следовал по сибиряков-гвардейцев. Из-за этого потерял контроль над управлением. Иномарка заехала на тротуар, врезалась в столб, а затем в дерево. Срочная помощь медиков потребовалась виновнику ДТП и его пассажиру. Водитель Скани исследовал в сторону Барнаула. В темноте вовремя не заметил пешехода, который шел по проезжей части и не успел затормозить. Под колеса авто попал мужчина. Он сломал обе ноги и получил черепно-мозговую травму. Автомобилист испугался и скрылся с места ДТП. Теперь его разыскивает полиция. Дама без водительских прав села за руль Лады и направилась в сторону Бородавкина. Пути не справилась с управлением. Легковушка врезалась в опору ЛЭП. Женщина получила несколько ушибов и переломы ребер. Мужчина на вездеходе потерял контроль над управлением. Квадроцикл врезался в попутную Мазду, а затем сбил велосипедистку, которая ехала по встречной полосе. Пострадала 15-летняя школьница. Она получила черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и сломала нос. Водитель подметальной машиной ехал по станционной. Решил перестроиться в соседний ряд, но не включил поворотники и не посмотрел в зеркала. Транспорт врезался в попутный Субару. Серьезные травмы получили владелец и пассажир Легаси. Искорежное авто и три пострадавших. Это последствия аварии, которая произошла на Гусинобруском шоссе. Одна из причин – опьянение, в котором находился водитель. Ксения Курзун выезжала на место событий. Подробности в ее сюжете. Автовладелец сел за руль после застолья с горячительными напитками. В итоге машина попала в аварию, перевернувшись в кювете. Я маленько выпил, все. Давайте в город. Я пьяный, типа. Типа никого нет, говорю, давай потихоньку поездить. Но я потихоньку поездить. Момент ДТП попал в объектив камеры видеорегистратора. На кадрах видно, как водитель Логана следует по Гусинобродскому шоссе, не нарушая правил. Внезапно на обочину выезжает автомобиль. Мне надо было сворачивать на Полякова 5, то есть в сторону свалки. И я смотрел, то есть освещения нет вообще. И я боялся пропустить вот этот поворот. И тут с правой стороны бьет меня вот эта Лада. Накануне прошел дождь. Сцепление колес с дорогой минимальное. А владелец Лады, по словам очевидцев, придвигался с большой скоростью. Уже на обочине машина наехала на бетонные блоки. Из-за этого сменила траекторию движения, врезалась в дорожный знак и опрокинулась. Лада явно превышала скорость. И чтобы не столкнуться с логаном, свернула в кювет. К счастью, никто не погиб. Помимо 19-летнего водителя, в отечественном авто сидел его друг и две несовершеннолетние девушки. Трех человек госпитализировали. Вся компания была пьяна. Инспекторы обнаружили в машине многочисленные бутылки спиртного. После аварии автомобилист самостоятельно выбрался из Лады и решил помочь своим товарищам. Инициатор ДТП пытался договориться на месте и не хотел вызывать скорую полицию. От теста на трезвость он не отказался. Результат 118 промилле. Это допустимая норма. Однако, если бы автомобилист не пил вообще, прибор бы показал ноль. Инспекторы заподозрили, что водитель находился в наркотическом опьянении. Проехать в больницу для медицинского освидетельствования нарушитель не захотел. Теперь ему грозит лишение прав минимум на полтора года и штраф. В Новосибирске стало больше водителей, которых после оформления протокола за тонировку доставляют в суд, а затем конвоируют в СИЗО на срок до полумесяца. О том, почему темная пленка считается незаконной и как правильно измерять светопропускаемость стекол в следующем материале. В последнее время на прилавках автомобильных магазинов все чаще можно увидеть так называемую атермальную пленку. Продавцы уверяют, защита от ярких солнечных лучей у нее выше, а плотность материала соответствует стандартам. Но это не так. Вот она пленка. Переход со стекла на пленку. Она у вас не проходит по ГОСТу. Не ниже 70% должна быть. Светопропускаемость стекла определяют с помощью специального прибора ТОНИК. Чтобы результат был объективным, влажность поверхности не должна превышать 80%. Для этого перед замерами инспекторы протирают стекла сухой тряпкой. Прибор устанавливают в нескольких точках. Желательно как минимум в трех точках, потому что показания могут различаться. И берется единый коэффициент из трех замеров, выводится. И уже тогда будет процент выявляться. Темная пленка считается незаконной. Она существенно снижает светопропускаемость стекла. Из-за этого в темное время суток автомобилисты могут не заметить пешеходов. Другие машины, либо препятствия на дороге. К тому же тонировка увеличивает ударостойкость поверхности. И если машина попадет в серьезное ДТП, спасатели не смогут разбить стекла и достать водителя и пассажиров. За шесть месяцев 2019 года привлечено за тонировку 5741 водитель. Таким водителям выписывается административный штраф 500 рублей. Также выписывается требование для устранения правонарушений. Если инспекторы снова остановят водителя с таким же нарушением, то по решению суда его могут лишить свободы на 15 суток. Инспектор ДПС решили проверить, соблюдают ли ПДД байкеры. Полицейские устроили рейд на крупных магистралях города. Дмитрий байкер с многолетним стажем. Несколько раз попадал в ДТП. Мужчина уверен, в мотоцикле главное не скорость, а безопасность. Никакие гаджеты, никакие средства от защиты не обезопасить человека от серьезной аварии. Только мозг, наличие холодного рассудка и понимание дорожной обстановки. Защитный костюм из шлема ДТП не спасут, но последствия аварии будут менее существенными. Инспекторы отмечают, мотоциклисты, которые не пользуются экипировкой, получают серьезные травмы, которые могут привести к гибели. За 2018 год у нас произошло 39 дорожных транспортных происшествий с участием мотоциклистов, из которых 40 пострадало, и 2 человека получило несовместимые травмы с жизнью. За 2019 год у нас произошло 7 дорожных транспортных происшествий с участием мотоциклистов, из которых 8 человек пострадало. Контроль над двухколесным транспортом ведут мотоинспекторы. Вместо патрульных автомобилей они передвигаются на мощных Ямахах. Преимущество его в том, что он оборудован спецзвуковыми сигналами То есть, допустим, это облегчает в погоне Потому что, если кто-то начинает выезжать, он, естественно, останавливается на красном сигнале цистафора Либо пересекает, и за счет этого преимуществом его можно догнать Ну и другие участники движения более видят тебя, что ли У нас и экипировка такая с отражателями Чаще всего мотоциклисты нарушают скоростной режим и забывают включать сигналы при повороте Также неопытные байкеры думают, что их транспорт достаточно маневренен И они смогут объехать затор между рядами авто Но это ошибка В правилах дорожного движения запрещено проезжать между рядей любым транспортным средством, кроме спецтехники С начала года 127 детей из Новосибирской области оказались в больнице в результате ДТП Четыре ребенка погибли Большая часть несовершеннолетних стали заложниками взрослой халатности Родители не пристегивали их ремнями и забывали перевозить в автокреслах Инспекторы пропаганды ГИБДД решили напомнить, какие удерживающие устройства можно использовать в авто И какая ответственность предусмотрена за отсутствие кресел и бустеров Виктор с семьей приехал из Красноярска специально, чтобы прокатиться на водных горках В салоне авто 16-летний сын, пристегнут штатными ремнями безопасности Трехлетняя дочь сидит в удерживающем устройстве Дорога длинная, но сами, как говорится, боялись, что будет каприд Спит, самое главное, она спит удобно Дорога качивает, спит Почти все детские кресла можно регулировать с учетом роста и веса ребенка Также можно добавлять дополнительные элементы Мягкий столик или верхние боковые валики Евгений так и сделал От старшего достался Единственное, только, конечно, пришлось под нее регулировки, все настройки делать Ну и плюс, единственное, что мы дополнительно сделали, это зона головы Добавили просто валики Чтобы маленько, то есть не в целях безопасности, а в целях комфорта В том плане, когда она едет, допустим, спит Да, то есть голова у нее не болтается, она на вали кладет и все, то есть получается маленько, ну скажем так, поближе к лицу, к голове Неважно, долгая поездка или нет, дети всегда должны быть пристегнуты Малыши до 7 лет обязательно должны сидеть в удерживающих устройствах Ребят постарше допускается перевозить на заднем сидении, пристегивая штатными ремнями безопасности Правда, не все родители помнят об этом Здесь мы видим, что 4-летняя девочка перевозится без автокресла, без специализированного удерживающего устройства, соответствующего росту веса ребенка Чем нарушают, ну первое, конечно же, правила перевозки пассажиров И второе, подвергают, собственно, безопасно, подвергают жизни и здоровью ребенка в момент движения транспортного средства Ребенок, который постарше 12 лет, разрешено ездить, конечно же, на заднем сидении автомобиля Но необходимо при этом фиксировать, быть ремнями безопасности Ежедневно инспекторы останавливают в среднем 30 машин, в салоне которых не пристегнуты дети С начала года выявили больше 4000 безответственных родителей Штраф составляет 3000 рублей, примерно столько же стоит у нас автокресло в магазинах Данный штраф можно оплатить в течение 20 дней и он будет составлять 1500 рублей Покупать автокресло нужно только те, у которых есть сертификаты безопасности Инспекторы советуют выбирать удерживающую систему изофикс Такое кресло практически не имеет движения, хода движения в момент столкновения И дети максимально зафиксированы в них Для младенцев разработаны специальные автолюльки Их устанавливают на переднее сидение, против движения авто Обязательно нужно отключать подушку безопасности Иначе в случае ДТП она может травмировать малыша Больше десятка машин ежедневно эвакуируют с площади Ленина Привычная для новосибирцев парковка напротив оперного театра изменила режим работы Оставлять машины теперь там можно только днем Ночью работают эвакуаторы На въезде на стоянку выставлены дорожные знаки Однако автомобилисты не обращают на них внимания И по привычке паркуются после 10 вечера Каждую ночь спецтехника увозит на штрафстоянку в среднем 7 машин Штраф для нарушителей полторы тысячи На площади Ленина установлены знаки Остановка стоянка запрещена с дополнительными табличками С 22 часов до 6 утра Также работают эвакуаторы Сегодня произведена работа по эвакуации транспортных средств Которые оставлены были водителями Которые не обратили внимания на данные знаки Данные автомобили были помещены на специализированную стоянку Новый автовокзал в Новосибирске заработает уже с начала следующего года А к концу 20-го все парковки на Красном проспекте должны стать платными Депутаты регионального ЗАГС Собрания провели выездное совещание транспортного комитета Новосибирский автовокзал К сожалению, одно из самых неблаговидных мест мегаполиса Недостроенное здание почти в центре города При этом помещение самого автовокзала, мягко сказать, не справляется с пассажирским потоком Изменить ситуацию к лучшему призван новый, как его называют официально Транспортно-пересадочный узел на Гусинобродском шоссе в Дзержинском районе Депутаты законодательного собрания региона сегодня констатируют Здание нового автовокзала полностью готово Есть некоторые недочеты, но они исправимы и никак не повлияют на сдачу объекта Пешеходный переход, наземный пешеходный переход, он здесь неприемлем Хотя там и остановки нет и так далее, но будут останавливаться и будут идти Поэтому необходимо все-таки предусмотреть здесь и пешеходный переход надземный То есть над трассой Вопросы, которые касаются сегодня инвалидов, мы обязательно это тоже проконтролируем Документы на ввод в эксплуатацию здания инвесторы уже подали Внутри осталось оборудовать торговые точки, установить кресла и информационные панели Снаружи работы больше Необходимо благоустройство парковок и мест технического осмотра автобусов Новый автовокзал должен заработать в январе 2020 года По инвестиционному договору у нас сроки окончания строительства Это декабрь 2019 года В первую очередь будут заведены маршруты по направлению Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецкое направление Это в первую очередь Но вообще предполагается, что сюда переведем межсубъектные международные маршруты Вторым вопросом выездного транспортного комитета законодательного собрания Стали платные парковки в центре Новосибирска Принципиально важно, что это не стоянки, отмечают парламентарии А именно парковочное пространство, где можно оставить машину ненадолго На большинстве объектов первый час бесплатный Этого вполне достаточно, чтобы сходить в магазин или провести деловую встречу Если говорить, что мы в год будем вводить по 400-600, но это развитие будет десятками лет Соответственно, комитет сегодня выездной Такое решение, что в сентябре уже на формальном заседании, научном заседании комитета Рассмотреть этапность ввода парковочного пространства в центре города Три года, 5 тысяч мест, чтобы центр закрыть Послушаем в сентябре, какие для этого нужны финансы Посредством какой схемы финансовой, либо за счет собственных средств муниципалитета Либо это какие-то предложения будут по государственно-частному партнерству Места для инвалидов на организованных парковках бесплатные До конца этого года депутаты и чиновники должны рассмотреть и вынести на сессию дополнительные решения Как по развитию автовокзала, так и парковочных пространств В городе Обь идут работы по программе «Безопасные и качественные дороги» С подробностями Екатерина Стывко Улица Геодезическая в городе Обь – важный объект инфраструктуры Рядом школа, детский сад, магазины Несколько недель назад здесь начали капитальный ремонт в рамках национального проекта БКД Сегодня оценить готовность работ приехал министр дорожного хозяйства региона Особый контроль за сроками исполнения Вы реально должны, чтобы до 1 сентября сделать, уже к 15-20 августа Имеетесь данный объект принятый от заказчика и строительного контроля Успеем, успеем? Успевайте Больше километра асфальта, 5 пешеходных переходов, фонари, спуски для колясок По условиям проекта дорога в первую очередь должна стать безопасной Как признаются подрядчики, ремонт этого участка простым не назовешь Очень плохие грунты, грунтовые воды близко Поэтому приходится очень много делать замещения В связи с этим много копаешь, много замещаешь На это надо время Плюс послойное уплотнение, обратная засыпка А так все в рабочие моменты Планы на 2019-й отремонтировать в области 117 объектов На большей части работы уже ведут У нас масштаб просто изменился Мы вышли за пределы агломерации теперь на территории всей Новосибирской области Поэтому объем выполнениях работ у нас гораздо больше Если раньше, в прошлом году, национальный проект был в пределах Если мы говорим в денежном эквиваленте Это 2,4 миллиарда рублей То в этом году он уже 5,5 миллиардов рублей По темпу выполнения, конечно, мы опережаем прошлый год Ремонт по нацпроекту идет сейчас в Бердске, Искитиме, Кольцово, Новосибирске Чинят Ордынскую и Ленинск-Кузнецкую магистрали Глобальная реконструкция ждет и участок от Татарска до Карасука В общей сложности в нормативное состояние проведут около 160 километров дорог В Новосибирской области тоже продолжается планово-предупредительный ремонт дорог Бригады работают как в пригороде, так и в отдаленных уголках области Константин Клещин расскажет детали Вот так выглядела дорога, которая ведет к поселку Березовка от трассы Барышева-Плотникова Картина удручала и не сулила комфортной поездки А вот так та же самая дорога выглядит после восстановления Дыр в асфальте нет, четко выделена обочина, нанесена разметка Радость жителей Березовки разделяют и соседи из поселка Железнодорожный Дорога к ним тоже стала гладкой На Железнодорожном мы выполнили 2 километра дороги на Березовском 500 метров Ну, что выполнили? Устройство защитного слоя покрытия толщиной 5 сантиметров с асфальтобетонной смеси И устройство укрепления обочин тоже 5 сантиметров Это возможность сохранить дорогу в неплохом состоянии в междемонтные сроки Скажем так, продлить междемонтный срок Все эти объекты расположены на территории Барышевского сельсовета Еще два участка около поселка Кольцово Но программа ремонта и восстановления дорог к сельским населенным пунктам Окрестностями мегаполиса не заканчивается Работу ведут в каждом районе Новосибирской области Вполняется на участках, где есть дефекты Были предписания ГАИ, обращения граждан Это также проводится на участках, где проходят школьные маршруты, автобусные маршруты Специалисты территориального управления автодорог уточняют Что по программе сельских дорожных ремонтов Больше всего объектов в Сдвинском, Искитимском, Купинском и Тагучинском районах На этот год у нас предусмотрено 67 объектов Общая протяженность составит 135 километров Выделено полмиллиарда рублей 50% объектов уже сдано, выполнено досрочно Это означает, что из 135 километров автодорог Новосибирской области На которых запланирован ремонт готовы без малого 70 километров В прошлом году, на конец первой декады июля, завершили работы лишь на 14% дорожных объектов По мнению экспертов ТОАД, резкому росту темпов способствовали раннее проведение торгов среди подрядчиков А также и то, что они правильно спланировали график работ Усвоив уроки года прошлого, в котором, стоит напомнить, июнь был ненастным Для контроля над выполнением работ созданы комиссии Они создают из представителей транспортного управления автомобильных дорог области У таких людей есть особенный транспорт Мобильная лаборатория А в этом году купят еще один автомобиль Передвижная автолаборатория Это микроавтобус, начиненный аппаратурой для сбора, хранения и обработки данных прямо на ходу Можно проводить несколько видов исследований Все зависит от навесного оборудования Например, на этих рейках лазеры, которые развернуты вниз Они сканируют поверхность дороги, проверяя ее ровность Техника чувствительная Движение в машине не должно быть То есть, когда вы ходите по машине То есть, машина охраняется, и это все отражается на этом угоне Даже видно сейчас, что дорога, в принципе, в достаточно хорошем состоянии Но угон показывает хорошо То есть, это говорит о том, что вы ходите Автолабораторию приобрели в прошлом году в Саратове за 9 миллионов рублей Но эти вложения необходимы, говорят сотрудники территориального управления автодорог Во-первых, техника быстро выдает четкую точную картину состояния дорог до и после ремонта Во-вторых, проводить исследования трасс с помощью инструментальных технологий Это требование федерального центра Как непременные условия программы безопасной и качественной дороги Для программы БКД снимаются параметры ровности Поперечная ровность, продольная ровность И наличие дефектов То есть, это те параметры, которые по президентской программе Мы обязаны мерить для выявления нормативного и ненормативного состояния Эта же программа требует появления второй передвижной лаборатории Один мобильный комплекс может исследовать в год до 2000 километров дорог Но трасс, которые охватывает программа безопасной и качественной дороги Теперь гораздо больше Дело в том, что БКД, как государственная стратегия, тоже имеет свое развитие Если раньше были просто безопасные и качественные автомобильные дороги В пределах агломерации у нас порядка 250 километров дорог было То сейчас эта агломерация расширена в новом национальном проекте Безопасные и качественные автомобильные дороги И таких дорог у нас стало почти 5000 километров Иными словами, если раньше программу БКД ассоциировали со строящимися объектами в пригородах Новосибирска Например, такими, как обход села Верхтула То теперь это въезды и выезды районных центров Новосибирской области И об их состоянии должны быть точные данные Для этого, собственно, и будут приобретать еще одну передвижную лабораторию Она придет к концу года, когда подготовят квалифицированных специалистов Способных работать на этой технике Мы продолжаем Для владельцев самокатов в правилах дорожного движения появятся новые строки Об этом рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Ходоков Аварии с участием электросамокатов и сегвеев участились Дело в том, что порядок действий для владельцев таких транспортных средств нигде не прописан Сейчас в Центре организации дорожного движения готовят новые правила Самокатам присвоят категорию транспорта, а для владельцев пропишут административную ответственность Кстати, в программе ДПС выходил сюжет о владельце подобного средства передвижения Он назвал электросамокат полностью безопасным А спустя две недели попал в аварию и получил серьезную черепно-мозговую травму А в нашем городе стало больше водителей, которые не предоставляют преимущества проезда каретам скорой Именно такие нарушители попали в зону пристального внимания инспекторов Представители дорожной полиции провели рейд под кодовым названием «Маячок» Точка сбора экипажей и спецмашин на станции скорой помощи Место, откуда ежедневно отправляются на экстренный вызов медики Медлить нельзя, дорога буквально каждая секунда Вот был у меня случай, ну, уже лет пять назад, наверное, на мосту я ехал уже с мочищи И нам навстречу женщина аж под колеса упала, ребенок задыхался, ну, синел даже Вот, и я там, ну, тоже нарушил, естественно, мигалка И доктор сказала, Саша, тем быстрее, тем лучше Вот, и мы кое-как мочищи довезли Водители признаются, на дорогу имеют право потратить не больше 15 минут Особенно, если пациент тяжелый Однако, подчас вынуждены опаздывать Автомобилисты намеренно создают преграды Стали уже более-менее как-то пропускать Но все равно есть, просто в наглую Да ты просто так едешь по своим делам Вот так и бывает, да, есть, есть, есть Водители не боятся штрафов Сумма незначительна, всего 500 рублей Если оплатить в течение 20 дней, сократится в два раза С целью выявления данных правонарушения Организованы профилактические мероприятия под условным названием «Маячок» Выявляются такие правонарушители Составляются административные материалы Отправляются на комиссию Комиссия выносит максимальное наказание Это до трех месяцев лишения водительского удостоверения В каретах скорой установлены камеры Кадры часто используют в ходе проведения судебных процессов КамАЗ перелетел через гиперкар в Гудвуде Пострадавших нет Трюк исполнили профессиональные гонщики на фестивале скорости в Великобритании Майк Уиддетт, американский ролист Встретил на АЗС многократного победителя Даккара Россиянина Эдуарда Николаева И решил устроить спарринг Кто быстрее доберется до места проведения гонки Житель Британии поехал на Ламборджини А наш спортсмен на многотонном КамАЗе с прицепом На счету каждая минута И там, где не мог проехать седан Эдуард наоборот Разгонял грузовик Ехал по полям А затем большегруз выехал на трассу Его подбросило в воздух КамАЗ перелетел легковушку По стечению обстоятельств Победителя определить не смогли На парковке у трека Не оказалось ни финишной прямой Ни свободных мест Столичные власти одобрили проект Первый в России частной трассы Собственнику дороги пообещали Оказывать содействие На всех этапах строительства скоростного шоссе Эту дорогу назвали Меридиан Она пройдет по территориям Оренбургской, Тамбовской, Брянской, Смоленской И других областей Затем полотно уложат от границы с Белоруссией Далее через Казахстан Затем Германию и Китай По предварительным подсчетам Только проект обойдется владельцу В 600 миллиардов рублей После введения в эксплуатацию Дорога окупится Трасса будет платной Первые машины смогут проехать По Меридиану в 2024 году Далее в программе Рубрика «Две беды» В этом выпуске Подборка забавных и печальных инцидентов Которые запечатлели камеры в машинах КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На этом выпуск итоговой программы Подошел к концу Не забывайте присылать свои истории Вопросы и фотоматериалы на почту А также подписывайтесь на аккаунт Программы в Инстаграм В студии работала Анастасия Бойко Не нарушайте ПДД и помните Самая лучшая дорога Это безопасная дорога домой До скорой встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова